На сегодняшний день на территории Полевского городского округа угрозы от лесных пожаров не существует, так как на вчерашнее число был ликвидирован последний лесной пожар в Сидерском лесничестве. Но основная причина возникновения лесных пожаров у нас является все-таки человеческий фактор. То есть на разных стадиях человеческого существования, скажу так вот, да, люди отдыхают, за собой не прибирают, оставляют бутылки, пластмасс, стекло. То есть не обязательно это может быть поджог, но вот такие вот вещи, которые могут с помощью переломления солнечных лучей вызывать возгорание, могут приводиться в том числе к возникновению лесных пожаров. С учетом тем более нынешней аномальной жары. То есть на первый взгляд растения вроде как бы имеют естественный зеленый цвет, а на самом деле они уже подсохшие и высохшие. На территории Плевского городского округа установлен особый противопожарный режим, в рамках которого в ежедневном режиме работают патрульно-контрольные группы. В состав патрульно-контрольных групп входят сотрудники МЧС, сотрудники МВД, сотрудники администрации и представители лесничества. То есть эти патрулирования осуществляются в ежедневном режиме, соответственно, в зависимости от классов опасности. Пожарная часть города Плевского также принимала участие в тушении природного очага возгорания в районе Ревдинского городского округа. Пробовали там несколько суток. Непосредственно участвовали в тушении пожаров как на территории Перуальского городского округа, так и на территории Ревдинского городского округа. Силы и средства были переведены на усиленный режим работы. То есть график работы у них был сутки через сутки. То есть вся численность 64 пожарной части были задействованы непосредственно в тушении пожаров и охране города Полевского. Накануне лесной пожар тушили в окрестностях Сесерского района. Огонь разгорелся недалеко от нефтебазы. Очаг возгорания обнаружили примерно в километре от дороги, которая ведет на Челябинский тракт. Активисты вызвали на место пожарных. По дороге к очагу были найдены сложенные дровницы, сухие, накрытые ельником. Спилы были свежие. Службы вызваны. По уточненной информации, пожар помогали тушить не просто волонтеры, а добровольцы поисковых отрядов. Ребята обычно ищут пропавших людей, но узнав о пожарах, не смогли пройти мимо. На сегодняшний момент помощь волонтеров все-таки актуальна. И помощь требуется в большом количестве. Почему? Потому что силы лесных хозяйств, которые привлекаются для тушения лесных пожаров, недостаточно. Подразделения МЧС, которые участвуют непосредственно в тушении лесных пожаров, тоже этих сил и средств недостаточно. Поэтому помощь волонтеров на сегодняшний день, она вообще в целом приветствуется. Но, есть определенное но, для того, чтобы избежать каких-то последствий, в том числе человеческих жертв, при тушении лесных пожаров, волонтеры все-таки должны участвовать в таких вот мероприятиях непосредственно в плотном взаимодействии с МЧС. Так как МЧС – это та структура, которая наделена определенными полномочиями и, соответственно, курирует и контролирует все процессы по тушению пожаров, связанных с ними. Если вы желаете стать волонтером и хотите тушить лесные пожары, то можете поехать уже сегодня или в другой день. Форма одежды – плотная, теплая, дождевики, синтетика крайне нежелательна, обувь высокая и удобная, кожаные сапоги, берцы, нельзя, кроссовки и резиновые сапоги. А еще волонтерам и спасателям необходима питьевая вода, сизы, техническая вода, лопаты, портативные горелки. Очень нужна внедорожная техника для подъезда к месту тушения, а также просто помочь транспортом или водой. Если вы едете, то нужно написать в чат, который есть в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме, к примеру. Одна группа называется «Парк и скверы». Там вы можете узнать о месте сбора и сообщить данные, доберетесь ли вы на своем транспорте или сколько у вас есть свободных мест, а также свой район выезда. Волонтерам нужна помощь. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы и будьте предельно осторожны, если вы первый раз пойдете на подобную деятельность. Держитесь опытных добровольцев, задавайте вопросы. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости 11 канала.